Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе в центре внимания. Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мерима Саналы. Прошу всех встать. Суд идет. Доступ к правосудию – один из важнейших вопросов в сфере защиты прав человека. Это один из основных принципов верховенства права, без которого граждане не в состоянии добиться быть услышанными, вести борьбу с дискриминацией или привлечь к ответственности лиц, нарушившие их права. В Кыргызстане действует закон о гарантированной государственной юридической помощи, призванной обеспечить доступ к правосудию при отсутствии средств для защиты прав и законных интересов граждан. Однако бесплатного адвоката можно получить лишь по уголовным делам. Юридическая помощь предоставляется задержанным, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, оправданным и осужденным по уголовным делам на стадии производства следствия. Судья первой инстанции в апелляционной, кассационной и надзорных инстанциях, а по гражданским и административным делам юридические услуги не оказываются. В числе круга лиц, кому гарантированы услуги адвоката, несовершеннолетние лица первой и второй группы инвалидности, лица с существенными нарушениями функции речи, слуха, зрения, страдающие психическими заболеваниями, лица, подозреваемые, обвиняемые в совершении особо тяжких преступлений, безработные, состоящие на учете в службе занятости, военнослужащие срочной службы. Сегодня в регионах страны, а в особенности в отдаленных районах, ситуация с доступом к правосудию достаточно сложная. Как отметила заместитель директора правовой клиники Адилет Айнура Усманалиева, это связано с несколькими факторами. Граждане и население страны очень скептически относятся к правосудию в целом и к судебным органам, к их работе, с недоверием таким. Поэтому ввиду отсутствия доверия большинство граждан не обращаются. Суды, соответственно, вот это доверие мешает им в доступе к полноценному правосудию. Факты коррупции также негативно влияют на доступ к правосудию, и это в целом влияет негативно на общую ситуацию с правами человека. Также есть один из барьеров – доступ к квалифицированной юридической помощи. То есть, если нет квалифицированного адвоката-юриста, который может защищать интересы граждан, то и, соответственно, граждане не могут полноценно защитить свои права в суде, если они нарушены. Сказала специалист. В некоторых отдаленных районах Кыргызстана, как Туусторосский, Чаткальский, Чонгалайский, ситуация осложнена тем, что в них работает всего один-два адвоката на весь район. И ввиду этого граждане лишены возможности защищать свои права в полной мере. Соответственно, граждане, те, которые в трудной жизненной ситуации материально испытывают затруднения, и при этом на правах нарушены, и они нуждаются в защите в суде своих прав, они вообще лишены доступа к хотя бы бесплатной за счет государства. Кроме того, одним из факторов доступа к правосудию, сама судебная система, насколько она физически доступна, материально, с точки зрения физического доступа, здесь проблем нет на сегодняшний день, мы не видим. Единственное, для такого категории, как лица с ограниченными, возможности, естественно, для них немного затрудненный доступ, потому что на сегодняшний день ни один суд в регионах страны, в частности, не оборудован, не адаптирован под лица с ограниченными возможностями. Ну и физический доступ также заключается в том, что обязательно требуется подавать, чтобы подать заявление в суд, нужно приехать его и физически сдать. К примеру, в Казахстане эта проблема решена за счет того, что у них практикуется онлайн подача заявлений. Это достаточно облегчает для тех же лиц с ограниченными возможностями доступ. Они могут, сидя дома даже, за компьютером, отправить свое заявление, и оно будет зарегистрировано, оно будет принято, и только когда понадобится поучаствовать в суде, они смогут уже приехать. То есть бывает так, что действительно суд находится далеко от их местожительства, и им удобнее даже подать. Но у нас, к сожалению, пока эта система онлайн не работает. Сказала представитель клиники. Министерство юстиции, курирующим вопросы госюридической помощи, отметили, что в стране ощущается нехватка адвокатов, предоставляющих бесплатные услуги. Так, из общего числа этих специалистов около 2000, лишь 356 входят в специальный реестр ведомства. Министерство считает необходимым привлечь к оказанию гарантированной юридической помощи больше адвокатов. Минюсти совместно с донорскими организациями открывают центры оказания бесплатной юридической помощи. В качестве пилотных проектов они работают в Оше и в Бишкеке. Аналогичные центры открыты в Оршской, Джалабадской, Сыкульской и Нарынской областях, где юристы на бесплатной основе оказывают консультации и сопровождают граждан в суде. Такие услуги оказывают лицам с ограниченными возможностями здоровья, сельским женщинам, несовершеннолетним детям и представителям этнических меньшинств. Кроме того, в отдаленные районы, где чувствуется нехватка адвокатов, организация переселила специалистов. Как показало результаты работы за два месяца, 80% обращений связаны с проблемами гражданско-правового и семейного характера, земельными вопросами и трудовыми спорами. По камень на сегодняшний день государство еще на себя обязательство не взяло по обеспечению гарантированной государственной помощью по гражданским делам. Хотя в Конституции предусмотрено, что государство гарантирует юридическую помощь в случае, если независимо, там нет оговорки уголовной или граждански, исходя из материальных соображений, связанных с обеспечением, и вообще финансированием этого направления со стороны государства, по камень предоставляется только по уголовным. Но это очень, как бы, это только половинчатое решение проблемы, считаю. Считает эксперт. Экс-министр юстиции депутат Джорку Кенеша Алмамбет Шахмаматов высказал мнение, что ситуация с доступом граждан к правосудию сегодня на стадии реформирования и приближения к международным стандартам. Например, у нас в Конституции, в законодательствах есть все нормы, которые говорят о том, что судебные процессы открыты, и каждый гражданин может свободно иметь доступ к правосудию. Но при фактическом его реализации, при правоприменении, есть много моментов, технических моментов, когда это право граждан свободно иметь доступ к правосудию, у них отсутствует. Поэтому, прежде всего, это должно быть выработано, некие государственные стратегические документы, выделены денежные средства. Сказал парламентарий. Недавно инициировали законопроект, согласно которому все судебные акты должны стать доступными гражданам на сайтах Министерства юстиции и судебного департамента. Кроме того, в рамках судебной реформы разработаны и внесены в Джорку Кенеш новые проекты Гражданского, Уголовного, Гражданско-просексуального кодекса, Кодекса о проступках, Закона об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей. Все эти законы в рамках судебной реформы должны дать хороший результат, считает депутат. Расширяется и перечень лиц, кому гарантируется государственная юридическая помощь. Поскольку механизмы не отработаны, поскольку сам институт адвокатура у нас не так сильно развит, как в развитых странах, поэтому мы имеем перманентные, цикличные, друг от друга зависящиеся проблемы. Например, из-за того, что у нас не развит институт адвокатуры, из-за того, что у нас нет такого сильного адвокатского корпуса, и кроме того, у нас нет престижа адвокатуры, у нас зачастую не все довольны услугами адвокатов. Дополнил он. Но сама реформа не завершается только принятием хороших законов. Надо создать такие условия, чтобы они заработали, подчеркнул Шахмаматов. Как говорил канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк, если чиновники плохи, не помогут и самые лучшие законы. В вопросе доступа к правосудию необходимы усилия Министерства юстиции, адвокатуры, продвигающие интересы к квалификационной помощи незащищенным слоям населения. Важно реформирование судебной и правоохранительной системы. Уважаемые радиослушатели, теперь свои истории, комментарии и отзывы вы можете оставлять на наш номер в WhatsApp 0550-31397. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся.